Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 4 2011 года выпуска двигатель 2.7 турбодизель автомат полный привод пробег на автомобиле 142 тысячи километров заменю на нем задние стойки стабилизатора втулки у меня живые заказывать их не стал а вот стоечка одна правая постукивает поднимаю автомобиль и откручиваю стойки поднял автомобиль вот стойка стабилизатора она стучит с одной стороны менять буду обе здесь даже в принципе я не буду снимать колесо ни с одной ни с другой стороны откручу и заменю так побрызгаю ВД беру ключ головка здесь по моему должна быть на 18 удлиненную возьму хорошо притянуто прокручивается низ пошел здесь ключом на 8 держу за палец чтобы ключик трещоточный не мучить взял головку на 8 шестигранной так, ну ладно, нижняя-то крутится а вот эту надо откручивать как-то чтобы гайку не рубить полетен пляж 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 белый пляж жидкий Хорошо, держу. Морица. Закипела. Так, пошла. Ещё смажу. Так, трещёточный ключ одену. Стопор откуда-то вывалился с чего-то. Странно. Сейчас будем смотреть. Закипела. 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 Поэтому беру себе пневмопомощника. Закипела. 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 Правда, посмотрите. А там… ...вот откуда и стопор вывалился. Она уже не стучит. Она уже давно выскочила. Откручиваю палец. Такая штука. Вырвалась она сейчас у меня и пыльник как раз отвалился, но набита она уже давно и у предыдущего владельца автомобиль обслуживался в сервисе и мы ничего не делали диагностику регулярно и никто не сказал, что у него что-то стукает. Вот этот палец мягкий, плавный и живой. Вот он и пыльник, стопор от пыльника. Беру новую. Оригинальную не стал заказывать, заказал фирмой LEMFERDER, но качество оригинала вполне может быть так, что в оригинале идет от LEMFERDER. Потому что это компания ZDF. Качество продукта оригинальное. И если посмотреть по пыльнику, если посмотреть по пыльнику, вот символ сова треугольники. Символ сова треугольники. Только в оригинале она стоит 3000 рублей, а в LEMFERDER она стоит чуть больше 1000 рублей. А качество тоже самое. Здесь если потереть, наверное, вот даже... А нет, это номер LEMFERDER, а здесь его не будет. Но пыльник тот же самый. Пыльник тот же самый, даже номер на пыльнике тот же самый. 0, 20, 0, 20, 0, 60, 0, 60, 0, 72, 0, 72, 0, 12, 0, 12. И с этой стороны 25, 21, 51, точно такая же. Эти еще родные. Если думаете, что их поменяли на LEMFERDER, нет, они еще родные стоят. Оригинальные. С завода. Ничего не менялось. Гайки. Новые. Гайки старые. Один в один. Капрон только разный цветом. Номер для заказа. 29, 592, 0, 1, 0, 09. Это обозначение не нужно. Смазываю резьбу. Кстати, покажу, что в LEMFERDER сколько идет смазки. И сам посмотрю. Если что, добавлю. Хотя, насколько я знаю, в LEMFERDER смазка заложена сразу в нормальном объеме. Гарбинь. 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 Скористые. И. Парж. Гарбинь. Гарбинь. Чтобы пыльник не порвать. Субтитры добавил DimaTorzok Смазки я добавлять не буду. Смазки там достаточно. И идет она в капроне, поэтому можете смело сюда не лезть и ничего не делать. Ну а теперь пыльник я здесь сверху приподнял вверх, чтобы удобнее было одеть стопор. И делать это все надо аккуратно, чтобы пыльник не порвать. Ну а как показать, показал, что лазить сюда и не нужно. Здесь достаточно смазки идет с завода. Могу вам смело дать совет. Не делайте вот этого, что делаю я. Ненужная работа. Есть вероятность порвать пыльник новый. Порвете пыльник, считайте, умерла лимка. Стойка стабилизатора. Воздух выпущу. Показал, что именно смазки там достаточно. В корейских, не оригинальных, там смазки маловато. Немножко промахнулся. Поправил. Здесь получается все, что я делаю, я делаю не через пыльник, я делаю через металл. Все, одел. Пока одевал, смазку все вытер. Устанавливаю. Разницы нет здесь, что вниз, что вверх. Также разницы нет, левая или правая одинаковая. Якоро-клую. . . Итог. . . Пальчик. . 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 КОНЕЦ 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 Эту сторону я прикрутил И так же аналогичным образом я меняю со второй стороны А потом уже покажу Вторую сторону я тоже установил Вторая сторона была живая Что произошло с тем стабилизатором Я не знаю, возможно пыльник поврежден был, возможно мастера что-то не доглядели Что произошло, что он умер Пыльник вроде целый Но каким-то образом туда попала грязь и он умер Вот он второй стабилизатор Как одна, так и другая сторона живые Не болтаются, ничего Эта сторона тоже живая На этом все Замену задних стоек стабилизатора я закончил Всего вам доброго Добавил субтитры